Здравствуйте! В это воскресенье у нас неделя сыропустная. Если прошлое воскресенье у нас называлась неделями сыропустная и мы прощались с мясом, всю неделю мы ели блины, яйца, молоко, сыр, то в неделю сыропустную мы прощаемся с сыром и прочими с коронными продуктами. Если в прошлое воскресенье мы вспоминали самый конец земной истории, страшный суд, то литургической темой это воскресенье будет адамовое знание, то есть мы будем вспоминать самое начало земной истории. Адам был создан в шестой день, в пятницу. Сколько прожил он в районе мы не знаем, но согрешил он также в пятницу. Согрешил мы знаем он невоздержанием, он вкусил запретный плод. Поэтому в течение Великого Поста мы теперь должны тренироваться в воздержании. И запретным плодом для нас будет мясо и любой грех. Давайте посмотрим сейчас на Сидарин из Канова на Утреннем. Изнан быся адам от райские сладости, с недью горькую в невоздержании. Заповеди не сохрани владычные, судися, делайте землю, от нее же взят письстам. Потам же многим ясти хлеб свой, тем же мы возлюбим воздержание. Да не вне рая возрыдаем, я хожу он, но в него внидем. Так, тут написано, что адам был изнан из рая, из райской сладости из-за своего горького невоздержания. Поэтому мы должны возлюбить воздержание, чтобы так же, как адам вне рая не плакал. Теперь давайте посмотрим на интересную стихию, нахвалить их. Мне будет говориться о цели нашего сорокадневного поста. «Наступило время духовных подвигов начала, над демонами победа, облеченное во всеоружие воздержание, ангельское благолепие, к Богу дерзновение. Ибо благодаря Ему Моисей садился с собеседником Создателя, и глаз его незримо воспринял слухом. Господь удастся через Него и нас поклониться Твоим страданиям и Святому Воскресенью, как человеколюбец». Тут говорится, что мы будем в сорок дней воздерживаться, чтобы достойно встретить славное Христово Воскресенье и поклониться Ему. Также тут интересно напоминается Моисей. Речь тут идет о том, что благодаря тому, что он находился в пустыне, после того, как убежал из Египта, он там тоже находился в воздержании. И через это он очистил свое сердце и удостоился увидеть Господа в горячем пусте. Также вечером Воскресенья будет совершаться вечерняя с чином прощения. Мы знаем, что в церкви новые сутки начинаются с вечера. И служба вечерняя является границей между старыми и новыми сутками. И непосредственно эта граница проходит на молитве «Сподобие Господи вечера сей, без греха сохранить цена». То есть до этой молитвы у нас будет еще воскресенье, а после этой молитвы уже, собственно, наступил литургический понедельник Великого Поста. Великим Постом все поклоны совершаются земные. Поэтому до молитвы «Сподобие Господи» будут совершаться паясные поклоны, а после этой молитвы и, собственно, на этой молитве будут поклоны уже земные. Итак, на «Сподобие Господи» мы совершаем три земных поклона, Затем земные поклоны совершаем после Великопостного Тропарея, который будет дальше петься. То есть это Богородица Дева, Крестителю Христов, молитвы Сезонные Святые Апостолы. Затем земные поклоны совершаем после Честнейших Юридин, после Слава и Миния и на молитве Ефрема Сирена. Также хочется обратить ваше внимание на очень известную фразу, которая часто цитируется перед постом. Эта фраза взята из стихир понедельника 1-й седмиц Великого Поста. «Постимся постом приятным». Что же это значит? Слово «приятный» в церковно-славянском означает вовсе не то, что и в русском языке. То есть в церковно-славянском «приятный» это не то, что при этом в нашем понимании. «Приятный» значит «пост, принимаемый Господом». Итак, давайте посмотрим, какой же пост Господь принимает. Это говорится дальше в этой стихии. «Постимся постом приятным, благоугодным Господеве». «Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, оглаголования, лжи и клятва преступления, сихоскуднение. Пост истинный есть и благоприятный». То есть если у нас нет этих грехов, то значит этот пост будет принят Господом. Этот пост есть истинный. Итак, давайте поститься постом приятным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok